друзья всем привет сегодня вместе с вами в этом видео будем стимулировать образование сочной зеленой листвы и долгое пышное цветение орхидей но для начала немножечко предыстории чуть и меньше трех месяцев назад мы вместе с вами на нашем канале делали одну из ну скажем таких знаете нетрудных но прям вот замороченных разъединений орхидей 1 орхидея была у нас орхидея мама и 2 орхидея было орхидея детка которая показалась из-под грунта выросла от корневого основания где-то там из глубины мы достали эти орхидеи ну тогда эту орхидею распотрошили кончики листьев у детки только-только подымались проклевывались из-под поверхности грунта который в горшке и собственно говоря мама была вот так заваленная на бок и детка в другую сторону росла мы с вами распотрошили и увидели очень такую знаете не совсем интересную картину а детка росла на основании очень низко от поверхности самой листвы мамаши то есть проблема отсоединения или пересадки этой орхидеи было прям ну прям вот очень-очень такая знаете серьезная но мы эту деточку отсоединили вместе с нижней частью корней мамаши а саму мамашу мы пересадили а уже после того когда мы проделали эту процедуру обнаружили что у детки появились какие-то непонятные ну точнее понятные для меня но непонятные со стороны людей которые ни разу не сталкивались с этими следы присутствия насекомых сокососущих насекомых плюс ко всему орхидея мамочка начала у нас как-то грустно себя чувствовать и мы эти две орхидеи обработали двумя средствами сперва мы обработали эти орхидеи от насекомых вредителях вредителей вот этим вот аберрон рапидом он прекрасно у нас справляется и я всю коллекцию обрабатываю периодически раз примерно в три месяца раз в три месяца в осенне-зимний весенний период и летом раз в два месяца этого прям вполне хватает чтобы никаких трипсов никаких а клещей вообще это от клещей в первую очередь ну и трипсы тоже хорошо справляться побеждаются этим средством и вот мы обработали эту разъединенную орхидею вот этим аберрон рапидом потом мы эти орхидеи 2 обработали а вот таким вот фунгицидным средством привикур и буквально через пару недель мы заметили а уже первые результаты и вот друзья как вы уже а догадываетесь это а те кто постоянно смотрит это орхидея мама фантом буквально прям чуть ли не каждый день спрашивают как там фантом чик поживает как-то фантом чили выживают вот она наша мамашечка сейчас я покажу вчера был у нас день полива я поливал эти орхидеи и они еще у меня такие знаете еще сырые но все равно друзья рост корней у этой орхидеи ну сами видите смотрите прям вот вот это все за это время за последние чуть меньше три месяца после того как мы ее разъединили эту орхидею и соответственно раз корни пошли в рост орхидеи необходимы питательные вещества тем более сейчас весна и эту орхидею мы начнем сегодня первое будет подкормка и она же стимуляция стимуляция к пышному к пышному цветению конечно с двумя листочками которые сейчас у этой орхидеи имеются говорить о большом пышном цветении пока что не приходится но все равно мы начнем применять сегодня средства о результате которого ну наверное мы осенью узнаем когда у нас начнется период перепада температур которые начнут дадут команду к цветению орхидеи и вот как говорится цыплят по осени считают вот точно так же мы осенью подведем итог применение сегодняшнего средства так ну и посмотрим нашу малявочку она вообще уже практически и не малявочка сейчас я тоже достану ее из этого поливного кашпо и покажу вам и сразу напомню значит последний раз мы делали обзор этих орхидей друзья а я посмотрел 28 дней вообще назад 17 февраля сейчас у нас а 16 марта и у нас значит хочу прямо сразу внимание обратить у нас есть плейлист на канале который так и называется орхидеи фантом и вот в этом плейлисте есть последнее видео в котором я показываю хвалюсь началом роста архидеи у этих орхидеи у этой маленькой орхидеи точнее результатом роста вот этих вот корней но они продолжают расти но самое что интересное за эти не по за этот неполный месяц у нас там в кадре имеется как раз таки вот этот листик который друзья прям вот такой маленький и из-за него он из-за него выглядывает наполовину вот этот вот поддерживающий пластиковый штырёчек видите листик был вот наполовину этого этого штырька сейчас уже сам штырёк наполовину этого листика то есть за неполный месяц у нас орхидея малявочка уже вот растет смотрите вот я ее специально вот вот по сравнению с собой вот я сам не не мелкий как бы и что она растет соответственно нужно ее кормить что у нас с корнями корни это все достались ей вот эти корни от мамаши разделение было очень очень интересное так а ну это вот новый корень нарос новый есть новые корни очень было интересно и растут вот эти два корешка и один корешок прям я не знаю его наверное вряд ли будет видно но он есть вот здесь вот за этим основанием вот за этим основанием вон его видно он просвечивается а он прям пошел вниз туда в грунт разделение было очень интересно а в том плане что у самой детки своих корней вообще не было абсолютно не было она росла на голом таком стволике корневом орхидеи мамаши и очень низко было расположено и мы не знаем как ее правильно отделить был а значит вам такое предложение посадить ее вот так вот буквой в но в любом случае даже посадив буквой в у нас ну сама малышка должна была бы находиться на уровне земли но тогда получалось а сама мамаша так а своим основанием на несколько сантиметров выше уровня земли то есть как не крути очень очень неудобно получалось а либо нужно было посадить прям совсем их буквой в погрузить в землю и это были бы вот так вот в общем общем все было очень сложно значит в плейлисте можно посмотреть но я все равно ссылку на видео в котором мы разделяем эти орхидеи оставлю верхнем правом углу это прям будет прям хорошим наглядным примером для тех кто столкнется с подобной историей вчера мы уже вместе с вами разъединяли очень хорошее видео вышло в котором я орхидею друзья срезал беглип желтый срезал макушку с корнями а нижний пенек оставлял это мы в одном и следующем видео вместе с вами сделаем пересадку макушки она сейчас где она у меня находится макушка макушка у меня находится вот там на задней полке стоит под прям светильником она сегодня еще подсохнет и в следующем видео мы пересадку идет пересадим а сейчас мы простимулируем наши две красотки и а стимулировать и кормить в том числе друзья мы будем вот этим вот средством она мне уже давно лежит это еще средство прислали сама компания прислала по моему я уже не помню честно говоря то ли в прошлом году то ли в позапрошлом году такой сделали паз подарок на 23 по моему февраля или на новый год и этот спрей лежит 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 это буйские удобрения чудо спрей для вне корневой подкормки он друзья только в малых пропорциях повторяет состав вот этого средства но вот этим средством мы уже это наверное а самое первое средство которое мы применяли у нас на канале и даже у него с ним был у нас эксперимент где мы буйские удобрения параллельно запускали с чесночной водой и с разницей там в две недели буйские удобрения у нас победили но опять же не все могут да а буйские удобрения достать купить или вообще какие-либо удобрения тут в помощь естественно чесночная вода буквально через пару дней у нас новый проект стартует димы а еще одно доступное средство будем обкатывать применять в сравнении с другим а удобрением ну а сегодня хочу от использовать вот этот вот спрей чудо спрей для орхидей состав повторяет еще раз хочу сказать вот основное удобрение для замачивания орхидей но только в малых дозах только и всего но вот чудо спрей как характеризуется от буйских удобрений он специально быстродействующее комплексное удобрение для питания орхидей способствует здоровому росту и развитию растений стимулирует образование сочной зелени листвы и пышное долгое цветение но друзья насчет буйских удобрений тут вообще как бы вопросов нету мы его применяли используем и тысячи десятки тысяч архаманов и в нашей стране и в других соседних странах применяют это средство и она очень эффективны и хорошие другой вопрос что буквально уже после 8 марта праздников друзья я вот это средство мне не попадается все распродали его нету в продаже ну во первых она самая бюджетная по цене на сегодняшний день и не ваша не не влюра мерлени мне его анон она мне не попалась ну она у меня есть загажниках и вот этот спрей вот я сегодня этот спрей хочу начать применять вот на наших двух фантом чиков мамочки и а деточки как раз в принципе его должно хватить на две орхидеи до осени применять его нужно с марта по по сентябрь наверное да да с марта по сентябрь один раз в 7-10 дней вот так и будем мы раз в 10 дней но наверное перед поливом но сейчас видите полив был поэтому сегодня наверное малоэффективный будет подкормка но в следующий раз буду я подкармливать перед поливом и вообще как бы все вне корневые подкормки и стимуляции я как бы ну ну исходя из собственного опыта как бы рекомендую делать за день-два до того момента как нужно уже поить орхидеи это самый оптимальный они во время по и не во время когда мы а по им орхидеи потому что водой напитывается и корневая и сами орхидеи получают воду это жидкость которые попадают на поверхность она уже не так эффективно впитывается как хотелось бы так ну что хватит болтать давайте быстренько обработаем наших красоток еще меня спрашивают как там пиниф и но пиниф вы видите вот он пиниф а он уже заканчивают свое цветение а для меня пиниф и фантом это для меня для моего восприятия какие такие знаете родственные орхидеи вот они очень друг на друга похожи я даже иногда путаю в названиях не потому что не знаю ну просто путаю так ну вот так вот друзья значит обрабатываем до полного смачивания со всех сторон все есть первое и точно также вторую и ставлю ее в светлое место но не на прямые солнечные лучи и вторую тоже точно также когда у нас закончится вот этот спрей друзья мы будем разбавлять обычные вот такие вот туда удобрения для опрыскивания для опрыскивания я думаю что это в принципе то же самое одно и то же просто даже прям идентичны просто это более концентрированные а это менее концентрированные хотя честно признаться честно признаться я уже применял вот это средство разбавляя его для опрыскивания ну естественно единственное что он на видео не снимал все вот такой вот у нас сегодня стимуляция обработка а все видео про фантомы у нас имеется в плейлисте орхидеи фантом и все видео про вне корневые подкормки орхидеи какими средствами и какой результат есть тоже в отдельном листе так и называется вне корневые подкормки и есть у нас отдельный плейлист посвященный спреем для орхидеи вот таким различным спреем по листикам это и стимулирующие средства это и питательные средства тоже в отдельном плейлисте так и называется спреем для орхидеи но уже я не говорю отдельный плейлист о вредителях в общем огромное количество всевозможных плейлистов на те или иные вопросы по уходу за орхидеями есть в разделе плейлистов не ленитесь заходите найдете все видео ответы на любые вопросы по уходу за орхидеями общем друзья всем хорошего настроения всем добра здоровья до встречи в следующем видео всем пока пока